а знаете ли вы что в некоторых странах дом можно получить бесплатно в детстве наша любимая игрой было дом мы строили шалаши и раскладывали палатки в доме во дворе занавешивали стол получали уютное гнездышко каждому в любом возрасте хочется иметь свой дом но бесплатно доме мы даже не мечтаем а оказывается зря вы когда-нибудь слышали о сицилийском городе ганге в этом городе проживает всего лишь 7000 жителей на которых приходится много пустующих и никому не нужных домов и италия решила исправить эту оплошность страна готова предоставить бесплатно дом любому желающему отремонтировал дом вселись и живи неплохая сделка если есть источник финансов а в южной африке поступает равняхонько наоборот отдают бесплатно дома своим самым бедным согражданам вот британские острова колония остров питкер подарить тебе и землю и дом только попроси ведь на этом острове проживает всего 50 человек вот бедная колумбия настроена решительно ты беден но честен получай бесплатно дом вот как то так всем привет с вами книга коп добро пожаловать на мой канал сегодня в центре моего внимания будет жизнь рабочих до революции занимательная статейка попалась мне в одной из групп ссылочка будет под видео на сайте книга коп . рф и так друзья мои сейчас говорят что рабочие до революции жили хорошо проводит подтверждение данное соотношение цен зарплат рассказывают о путиловском заводе и о прохоровской мануфактуре об отцах фабрикантах и добром царе который вводил рабочие законы да все это было иные рабочие и детей и в гимназиях учили тот даже друг сталина аллилуев например зарплата позволяла но судить об уровне жизни российского рабочего по положению тончайшего слоя квалифицированной рабочей аристократии все равно что судить о жизни в россии по городу москве от у нас любят цифрами в руках доказывать что рабочие жили хорошо берут высоквалифицированного слесаря или токаря показывает вот сколько он зарабатывал а вот сколько стоил хлеб забывая что кроме слесарей были ведь еще и чернорабочие были отцы фабриканты один на сотню или даже на тысячу николай иванович путилов еще в семидесятые годы девятнадцатого века с мастерами здоровался за руку открыл для рабочих школу училище больницу библиотеку а был фабрикант ходов который сделал пожертвования на пожертвования типографии которая надо поддержание типографии которая печатала богослужебные книги для раскольников единоверцев а затем вернувшись домой распорядился в порядке компенсации снизить своим рабочим жалования на 10 процентов на никольской малифактуре благодетели нашего самого морозова штрафа составляли до 40 процентов выдаваемой зарплаты но если а хлудове и морозове умолчать путилове и прохорове рассказать то получится дополнительно золотой век и так продолжительность рабочего дня использование рабочего времени определяется не только продолжительностью рабочего дня но и с числом рабочих дней в году сейчас очень любят говорить что в дореволюционное время было значительно больше праздника число праздничных дней в году составляла 91 но кто сказал что рабочие в праздничные дни не работали не для того хозяин дорогие машины покупал чтобы они стояли стоит напомнить что в рабочая неделя была шестидневная а порой пролетариев заставляли работать и в воскресенье мы привыкли 8 в 8 часовом рабочим дню и ежегодному отпуску для нас это уже норма а в начале прошлого века продолжительность рабочего дня 12 часов выходной был только один а таких понятий как отпуск больничный производственная травма и спецодежда вовсе не существовало 12-часовой рабочий день существовал на достаточно крупных предприятиях с использованием машин она более мелких кустарных заводишках где не было посмея посменной работы хозяева эксплуатировали рабочих кто во что гораст так по данным исследователя янжула изучавшего московскую губернию на 55 из обследованных фабрик рабочий день был 12 часов на 48 от 12 с 12 до 13 часов на 34 от 13 до 14 на 9 а 14 до 15 ну и так далее как можно работать 18 часов и даже при таком рабочем дне фабриканты практиковали сверхурочные по производственной необходимости то время когда рабочий тратил на уборку рабочего места на чистку и обслуживание машин в рабочий день не входило и не оплачивалась точно так же от совести хозяина зависела и выплата заработных денег контора платила рабочим когда хотела не признавая за собой никаких обязательств зато рабочий был опутан договором как сетью так на фабрике зимина московская губерния за требование расчет раньше срока рабочий лишался полутора рублей за каждый оплачиваемый день месяц на химическом заводе шпиле у пожелавших уйти вычитали половину а на бумагопредельные фабрики в балина и макарова рабочие и мастеровые поступавшие на фабрику с пасхи все обязаны жить до октября месяца а ежели кто не не пожелает жить до срока то лишается всех заработных денег такой порядок расчета давал фабрикантам еще одну дополнительную на весьма приятную статью дохода поскольку расчет рабочих получал лишь в конце срока найма или когда хозяин соизволит то денег у него не было кушать ведь хочется каждый день и тут на сцену выходили фабричные магазины где можно было брать продукты в долг под зарплату естественно цены в этих магазинах были на 20-30 в лучшем случае выше чем в городе а товар завозился самого дурного качества цены зарплаты вот список цен того времени на продукты хотя тогда все мерили футах фунтах стоимости указано за килограммы для удобства восприятия вот пожалуйста батон 400 грамм 3 копейки батона ржаного свежего хлеба хлеба и так далее так далее так далее вот список цифр можно будет подробно посмотреть и того 63 с половиной рабочих процента рабочих получали менее рубля в день в машиностроительном производстве и металлургии рабочие получали в месяц 28 с половиной рублей обработка льна 12 в месяц по всей обследованной промышленности средняя зарплата составляла 18 в месяц заработок женщины составлял примерно три пятых от уровня взрослого мужчины малолетних детей до 15 лет одна третья так что в среднем по промышленности мужчина зарабатывал 20 рублей в месяц женщина 12 ребенок около семи повторяем это средний заработок бы были боль больше бывали и меньше до столыпинской реформы мужик окончив полевой сезон отправлялся на временные заработки в город но реформа вышибали людей из деревни в город уже на постоянное жительство сохранились сведения что в месяц на заработную квартиру в москве приходилось платить 15-20 рублей в месяц 35 рублей стоило отопление рубль освещения и справедливости ради стоит отметить что снять квартиру могли позволить себе далеко не все угол то место на койке в петербурге стоил один-два рубля в месяц так называемая коморка это не комната как можно было подумать а кусочек комнаты кусочек разгорожена разгороженный фанерными перегородками что-то вроде знаменитого общежития из 12 стульев стоило 5-6 рублей в месяц если рабочие пытались артельно питались артельно то на еду уходила самое меньше 6 7 рублей в месяц на человека если по одиночке более 7 дальше штрафы как вы думаете что за что за что штрафовали во первых естественно за опоздание завод марты на харьковского харьковский округ за опоздание на 15 минут вычитается четверть дневного заработка на 20 минут и более весь дневной заработок интересно я помню еще у меня бабушка бежала на завод а рассказывала как она бежала на завод она видела мужик там вообще в трусах там где-то бежал воет и и просто чтобы вот чтоб только успеть только чтобы успеть это это было вот еще империя империя потом при советской власти тоже были такие вот это сейчас скажу ну 30-е годы как я понимаю ну то что когда она еще в курсе было события она тоже рассказывала мужик там тоже наподобие также надо было главное за территорию забежать завода но это по крайней мере вот при советах и точно она говорит главное вот за территорию забежал и и все равно в чем ты там хоть босиком многие там бывало и босиком бежали но главное чтобы вот все ты должен был пройти на территорию и тогда ты на территории ну вот при империи пожалуйста тоже наблюдаем интересный факт только тут я я насчет штрафов не узнавал а при советском союзе поэтому ничего не буду говорить вот что пишут по крайней мере про империю про условия фабрик ну а как вы думаете за что еще штрафовали фабрика пешкова штраф за один в один рубль если рабочий выйдет за ворота нерабочее время ибо выход за ворота фабрики было еще вообще запрещен мануфактура а аллафузова казань от двух до пяти рублей если рабочий прошелся крадучись по двору другие примеры три рубля за употребление неприличных слов но это интересно интересно простите это очень интересно так 15 копеек за нехождение в церковь ухты в единственный выход выходной когда можно попасть а еще штрафовали за перелезание через фабричный забор за охоту в лесу за то что соберутся вместе несколько человек что недостаточно деликатно рабочий поздоровался и прочее про ухты рабочие не были защищены от издевательств и оскорблений со стороны хозяина его подручных в москве например вплоть до начала девяностых годов девятнадцатого века на фабрике карл тиль и ко применялись розги государство предпринимала попытки улучшить ситуацию но как правило они ни чему не приводили положение пролетариата оставалось прежним жалований служащих самые маленькие оклады в начале двадцатого века были у младших чинов государственных служащих в размере 20 рублей в месяц сколько же получали простые служащие почты земские учителя младших классов помощники столько же они получали помощники аптекари получали столько же санитар библиотекарей так далее гораздо больше получали врачи например земских больницах у них было жалование 80 рублей у фильтр у фильтров 35 а заведующий больнице получал 125 рублей в месяц в маленьких сельских больницах где в штате был всего один фельдшер то он получал зарплату 55 рублей учителя старших классов и женских мужских гимназий получали от 80 до 100 рублей в месяц начальники почтовых железнодорожных проходных станций в крупных городах имели месячные оклады от 150 до 300 рублей депутаты госдумы получали жалованию в размере 350 рублей губернаторы имели оклад около одной тысячи рублей а министры и высшие чиновники член госсовета полторы тысячи рублей в месяц материалы взятые значит и из исследования к пожитного положение рабочего класса в россии 1908 года выпуска которая свою очередь содержит анализ многочисленных отчетов фабричных инспекторов и прочих исследователей и так далее ну вот собственно как то так вот интересно безумно ссылочка будет оставлена под видео на сайте книга коп . рф да кстати друзья мои знаете ли вы что самый дорогой в дом мире выглядит именно так вот он вот он это собственно он продается всего ничего а давайте скажу один миллиард евро один миллиард да в этом городке любили отдыхать катаясь на яхтах великий чарли чаплин писатель уильям самарсет моим кинозвезды элизабет тейлор ричард бертон принц райнер третий из монако вот вилла лес кардис построенная в 1830 году это бывший дворец короля бельгии леопольда 2 вот повторяю продается за миллиард евро кому надо налетает покупай резиденция окружена необычной красивой природой вот такая вот красивая резиденция но вид вид ялты по моему интересный по-своему вид вот имеет один из самых прекрасных садов в европе включающие 35 гектар и заметный газонов 15000 сортов и видов цветочных культур 20 теплиц редким тропическими растениями огромный больный зал более десяти спален бассейн ничем не утопающий не уступающий олимпийскому конюшня на 30 лошадей безумная роскошь для отдельной семьи ну и бывшая владелица представитель династии гран-марния эта компания создавала ликеры и коньяки более 150 лет но к сожалению куплено брендом компари от имени которой и продается самый дорогой дом в мире вот как то так палец вверх кому понравилось подписываемся на канал с вами был книга коп пока пока